Глядя на все эти кадры, не сразу понимая, что это городской двор. Он больше похож на благоустроенный парк, в котором есть место деревьям, кустарникам и ярким цветам. И только красиво выложенные тротуарные дорожки и снятая верхняя часть асфальта возвращают в реальность. По улице Интернациональной в этом году выполнено большой объем работы по благоустройству дворовых территорий практически тут такого целого квартала. Это четыре дома. Вот Интернациональная 59, 61, 63 и набережная 8 дробь 1. Изначально планировалось работы выполнить только на двух домах, но когда зашли, было понятно, что если сделаем только два дома, остальные здесь тоже было все старое. Еще с момента постройки никакие ремонты здесь не производились, поэтому было принято решение все-таки сделать вот этот весь квартал. И здесь уже на сегодня практически все дома, с учетом набережной улицы, здесь уже практически везде проведено благоустройство. А построенные эти дома были еще в 1964 году, и за это время придомовая территория хорошенько износилась. Поэтому и работы по благоустройству предстояли масштабные. Несмотря на то, что начался процесс еще в июле, завершится он в ближайшем будущем. Работы еще не завершены. Осталось выполнить работы по озеленению. Будут полностью перестроены все газоны, зеленые зоны, будет новая земля. Планируется выполнить, конечно, асфальтирование проездов и устройство детских площадок. Силами специалистов дорожно-эксплуатационного предприятия за несколько месяцев была произведена полная замена дорожного покрытия. Помимо этого установили новый бордюр, сделаны аккуратные тротуары и установлено освещение. А главное, к пожеланиям жителей тоже прислушивались и сохранили практически все зеленые насаждения, устранив только аварийные деревья. Что преобразило дворы, сохранив их изюминку, чему жители до сих пор не могут нарадоваться. Бригада, которая работала, ребята, они работали и в 30-ти градусную жару. Ну, просто мы увидели какой-то тяжелый труд. Какой тяжелый труд. И работали с утра до вечера, профессионально и самоотверженно. Поэтому мы им очень благодарны. На все наши замечания они реагировали, сохранили нам все вот кусты, которые мы просили. Спасибо администрации города, главе нашего города и администрации Ленинского района. Было здесь до этого времени более-менее дорожки были уложены. Ну, красиво было на то время. Потом вдруг мы стали почти через каждого человека падать, потому что вот эти корни деревьев, они поднимали этот асфальт. И вот сейчас вот решили, видите, у нас такую сделали красоту. Я считаю, это такой большой подарок. Вы даже не представляете, мы так долго ждали этого. Вот. И когда особенно вечером горят фонари у нас. У нас фонари, знаете, фонарей больше, чем, наверное, в горсаду, в парке. Вот. Мы очень довольны. Этот подарок, конечно, нам преподнесли рабочие. Мы, я понимаю, что и руководство, спасибо им всем. Но бригаде вот этой, которая работала, она, вы знаете, вот под палящим лучами солнца. Бедные ребята, они такие загоревшие все, как будто приехали с юга. Я очень благодарен руководству города Бреста, что сделали нам двор красивый. Я проходил мимо и рабочим тоже говорил, спасибо вам, ребята, за добросовестный труд. Конечно, это не сравнить, как было, особенно в последнее время. Не считая женщинам, как пройти на каблуках, в кроссовках невозможно было проходить. Многие ломались. Многие ломались. А сейчас? Ну, сейчас это не налюбуемся. Большое спасибо еще раз. Жильцы уже очень довольны и благодарны. Но впереди у специалистов дорожно-эксплуатационного предприятия работа по укладке асфальта, озеленению и установке детских площадок, чтобы каждому от мала до велика здесь было хорошо и уютно. Ирина Левчук, Эдар Бакунович, Рили Монтович, Новости Бреста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова